Добрый день, меня зовут Дмитрий Булавин. Последние несколько лет я занимаюсь развитием инфраструктуры в рынках венчурных и прямых инвестиций. Сегодня я расскажу вам про инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства. Совсем недавно Минэконома развития опубликовала стратегию поддержки малого и среднего предпринимательства в России. Это пока проект. Основные направления этой стратегии, безусловно, в ближайшее время лягут в развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в России. Первое, что необходимо отметить в проекте стратегии, это то, что она призывает к интеграции всех участников, поддержки малого и среднего бизнеса. Также она предусматривает поддержку спроса, стимулирование спроса на продукцию малого и среднего бизнеса. Она предусматривает меры, направленные на повышение производительности труда в этой сфере. Один из важных вопросов, который, к сожалению, значится под номером 4, это улучшение условий финансирования малого и среднего бизнеса. Также стратегия рассматривает различные мероприятия, направленные на упрощение налогового режима и обязательных платежей, на повышение предпринимательской активности в различных территориях, но и, конечно, на улучшение карьерной, кадровой составляющей в малом и среднем бизнесе, а также на общем повышение предпринимательского потенциала. Если давать определение, что такое инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса, то, наверное, надо отойти от тяжелого языка 209 ФЗ. Это, собственно говоря, основополагающий закон наш федеральный, который определяет, каким образом у нас развивается поддержка малого и среднего бизнеса. Инфраструктура — это коммерческие и некоммерческие организации, которые занимаются становлением и представлением различных сервисов малому и среднему бизнесу. Если рационально взглянуть на перечень таких институтов, которые входят в инфраструктуру, то, несмотря на то, что закон дает порядка 10 определений, что это за институты, наверное, было бы правильно разделить их на две большие группы. Это финансовые элементы инфраструктуры и нефинансовые элементы инфраструктуры. Безусловно, важнейшими элементами инфраструктуры, и, в общем-то, это достаточно сильно всегда волновало представителей малого и среднего бизнеса, это, конечно, финансовая поддержка данной сферы. И в этой связи надо заметить, что финансовая инфраструктура развита достаточно асимметрично. Если речь идет об инновационном малом и среднем бизнесе, то основные крупные институты развития, господдержка сосредоточены, как правило, в крупных федеральных центрах. Если же речь идет о классическом малом и среднем бизнесе неинновационных отраслей, то здесь достаточно серьезную роль играют регионы. В этом нет, на самом деле, ничего удивительного, поскольку сам инновационный бизнес, с одной стороны, несет достаточно большие риски, с другой стороны, как правило, это элемент государственной политики, поэтому инновационный бизнес тяготеет к центрам инвестиций. А что касается регионов, они, как правило, больше заинтересованы в пополнении налоговой базы и улучшения ситуации с занятостью населения. На первое место, конечно, среди данных элементов инфраструктуры я бы вынес фонды. Это, прежде всего, крупные государственные фонды, фонды фондов, такие как РВК. Это, конечно, фонд Сколково, это, конечно, Роснано. Это фонд поддержки промышленности, это фонд развития интернет-инициатив, это фонд МИР, агентство стратегических инициатив и другие фонды, которые достаточно активно и в большом количестве осуществляют финансирование инвестиций в малый и средний бизнес инновационного или неинновационного характера. Нужно заметить, что в каждом регионе существуют свои фонды, которые занимаются поддержкой малого и среднего бизнеса. И это и классические фонды, которые занимаются предоставлением инвестиционного или долгового финансирования. Это гарантийные фонды, их порядка 70 в различных регионах России. И общая капитализация таких фондов примерно составляет 40 миллиардов рублей. То есть это достаточно серьезные, значительные средства. Если коснуться банков, то здесь, конечно, основным финансовым институтом, который занимается такой поддержкой, является ВЭБ. И его программы, связанные с МСП-банком, его программы, связанные с группой ВЭБ. Это, в частности, программа Ингрия, которая реализуется через Глобакс. Это, безусловно, различные интересные продукты региональных банков Сбербанка. Нужно заметить, что все банки, которые входят в рейтинг топ-20, они, как правило, имеют свои фонды, либо подразделения, которые занимаются прямыми или венчурными инвестициями. Поэтому, в принципе, практически все крупные банки так или иначе задействованы в финансировании малого и среднего бизнеса. Помимо этого, достаточно активно работают их подразделения, которые занимаются лизингом, их подразделения, которые занимаются факторингом. Что касается лизинга и факторинга, здесь надо еще отметить достаточно большую активность регионов, которые, в свою очередь, развивают эти направления и создают агентства, которые прямо занимаются этими операциями, либо рефинансируют операции других институтов. Достаточно интересная тенденция в последнее время получила развитие финансирования малого и среднего бизнеса микрофинансовыми организациями. Уже достаточно серьезное количество таких организаций, где-то порядка 70 микрофинансовых организаций работает в сфере поддержки малого и среднего бизнеса. Напомню, что микрозайм — это сумма до 1 миллиона со ставкой до 10% годовых, выданная на срок 3 года. И порядка, как я уже сказал, 70 организаций занимаются сейчас выдачей таких займов в регионах, и еще порядка 100 региональных фондов также участвуют в этом процессе и занимаются либо финансированием, либо рефинансированием этих займов. Инфраструктура финансовая достаточно сложная и отрадно заметить, что мы в этом отношении не отстаем от остального мира. У нас появляются агрегаторы, которые позволяют проектам находить доступные для них сервисы. В этом отношении мне хотелось бы отметить площадки, которые появились и активно развиваются в последнее время. Прежде всего, это Стартрак, фонды развития интернет-инициатив. Эти площадки позволяют проекту прийти и получить доступ практически ко всем возможным инструментам финансирования. Ну, не только финансирования, но еще и поддержки. Но это уже не финансовая поддержка. Наверное, я коснусь этого дальше. Но все участники инфраструктуры, как правило, также работают с этими площадками и государственные институты, и крупные фонды, и частные инвесторы, и региональные фонды. Все смотрят также перспективные проекты на вот таких площадках, как Стартрак. Что касается нефинансовых институтов, то здесь достаточно большой перечень структур, которые участвуют в инфраструктуре. Ну, прежде всего, наверное, нужно заметить, что это, конечно, особо экономические зоны, инновационные зоны. Это большие, как правило, и серьезные территориальные образования с особым режимом. Здесь же, наверное, надо отметить наши наукограды. То есть это города с городообразующим научным производственным потенциалом, типа Обнинска и Либийска. Также достаточно большие проекты, которые на слуху, это технопарк Сколково или Иннополис Казань. Это достаточно большие структуры, которые предоставляют практически полные сервисы научного и производственного типа. Отличие технопарка от Иннополиса состоит лишь в том, что Иннополис еще предоставляет, скажем, возможность проживания участникам малого и среднего бизнеса, чего нет в технопарке. Здесь же мы можем отметить наличие более 120 бизнес-инкубаторов, которые работают на сегодняшний день. Слово «инкубатор» говорит само за себя. Задача бизнес-инкубатора, собственно, бизнес вырастить, бизнес поддержать. Это различные сервисы, связанные с арендом, с юридическим, бухгалтерским консалтингом, с представлением линий связи, с доступом к базам данных и так далее. Достаточно много центров, которые занимаются вопросами коммерциализации технологий, трансфера технологий, инжиниринговые центры, центры прототипирования. Это все, что позволяет бизнесу успешно реализовывать уже свою продукцию, свою бизнес-модель. Тоже важные институты инфраструктуры. Также работают организации, которые занимаются поддержкой экспортоориентированных предприятий малого и среднего бизнеса. Это, конечно, и программа Росексимбанка, это, конечно, и агентства, которые занимаются маркетингом продукции малого и среднего бизнеса за рубежом и подбором зарубежных партнеров. Необходимо также отметить, что достаточно большой роль играет консалтинг. Он также встроен в структуры технопарков, технополисов. Но это и отдельно настоящие, достаточно громкие имена. Юридический консалтинг, галтерский аутсорсинг, маркетинг, кадровый аутсорсинг. Это все, что необходимо малому и среднему бизнесу. Это все достаточно активно развивалось в последнее время. И, с моей точки зрения, достаточно хорошо представлено в инфраструктуре вот это вот направление. Что можно сказать из нового? Достаточно интересное движение было этим летом. Появилась Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства. Это, собственно говоря, тот институт развития, тот центральный институт развития, который будет реализовывать стратегию, о которой я говорил в начале своего краткого выступления. Опять же, это будет и поддержка закупок у малого и среднего бизнеса. Это будет и, конечно, рефинансирование каких-то обязательств малого и среднего бизнеса. Данное агентство может привлекать средства российских и международных финансовых структур и оказывать их финансовую поддержку малому и среднему бизнесу. Это, конечно, и нормотворчество, это, конечно, и поддержка в государственных органах малого и среднего бизнеса. Это, конечно, маркетинговые и другие мероприятия. Ну, вот, наверное, вкратце все, что можно было сказать про инфраструктуру. Конечно, про каждый элемент можно рассказывать достаточно долго, но я думаю, что это уже предмет дальнейшего обсуждения. Спасибо за внимание.